Всем привет! С вами Айка. И сегодня у нас, как вы уже поняли, мукбанг. У меня отличное настроение. Приготовила вот такой рулетик. Он готовится буквально за 15 минут, очень быстро. Я просто не знала, что снять. Подумала, что такого рулета у нас давным-давно не было. Он был в начале моего канала, где-то 3 года назад. Поэтому почему нет? Приготовила здесь соевый соус, клубничка. Почему у нас так часто клубника? Потому что сезон потом закончится, и мы не сможем снимать. А пока есть такая возможность, будем пользоваться этим. Рулетики я буду прям брать рукой. Вот такие они. Я не помню, есть ли у нас рецепт на кулинарном канале. Я могу ошибаться. В общем, здесь очень просто. Это лаваш. Крабовые палочки. Майонез, яйца. И куриная грудинка. Заворачиваем лаваш. Я завернула у два лаваша. Чтобы было как-то не пресно. Например, резко к вам пришли гости. И у вас ничего нету под рукой. Можно приготовить. А еще что-то надо быстро. У меня 4 дня назад была подружка в гостях. Я так быстренько организовала. Она у меня даже спрашивала рецепт. Выглядит прикольненько. Готовится быстро. Вчера был день независимости Азербайджана. Я всех моих зрителей с Азербайджана поздравляю. День прошел просто обалденно. И вы знаете, после влога со свадьбы я поняла, что надо разбавлять контент какими-то интересными влогами. Какая сладкая клубника. То есть, им настолько понравился лук со свадьбой. Наверное, мне удалось передать вот этот вайб. Я решила сегодня тоже, вот сегодня вчера, пойти, поснимать, как у нас проходит праздник независимости. Но так получилось, что мы на этот праздник не успели. Я сказала подружке, что давай пойдем. Она говорит, да, отличная идея, пойдем. Она позвонила куда-то, сказали, что праздник будет до восьми. Не знаю, куда она позвонила, но в восемь там ничего не было. Вообще, абсолютно. Мы в шесть вышли из дома. За полчаса доехали. Все люди просто гуляли с флагами, там поздравляли друг друга, радовались. Но именно вот этого шоу не было. Оно закончилось. Поэтому не фортануло. Но кое-что я сняла. Еще сегодня хочу поснимать влог, все это соединить и выложить вам. Такое ощущение, что клубнику просто шприцом впитали сладкой водичкой. Она не очень крупная, но при этом обалденно сладкая. Блин. А сегодня у меня тоже день очень такой насыщенный. Впервые за долгое время я сегодня встала в семь. Вы знаете, столько всего успела. Надо рано вставать. Вот какой вывод делаю я. Сегодня я должна пофоткать своего племянника. в месяц один раз я его фотографирую. У меня просто есть профессиональная камера. И сегодня мы хотим пофоткать его в парке. Кстати, в комментариях некоторые спрашивали по поводу жены брата. Кем она работает, чем она занимается. И почему-то многие думают, что она домохозяйка. Она, конечно, сейчас в декрете, но параллельно она также работает. Жена моего брата имеет два высших образования. Во-первых, она педагог. Много лет проработала с детьми начальных классов. Потом поступила на логопеда, отучилась. Ей логопеде больше по душе. У нее есть свои ученики, или как называют, клиенты. Потому что сейчас она говорит, очень много проблемных детей. Дети с задержками развития, дети, которые не могут выговорить Ре и так далее. То есть с ними она проводит специальные такие игры. И реально огромная польза. У нее мальчик был, который ни одну букву нормально выговорить не мог. сейчас уже потихоньку у него есть огромный прогресс. Кстати, если кому-то вдруг понадобится логопед, возможно, вы тоже живете в Баку. Я вам обязательно оставлю ее контакты. Вы можете перейти, поинтересоваться, потому что у нее и цены приемлемые, хорошие. и она действительно профи своего дела. Если у вас у ребенка выявлены какие-то проблемы, мне кажется, вовремя нужно их искоренять. Не ждать, что само собой пройдет. Само собой нормализуется. на помогать. Вот у нее очень много учеников, которые приходят, уходят. Мы с ней договорились на два. Пока солнышко, пока это пофотографировать. Я, конечно, не сильно разбираюсь. То есть, если у вас будет вопрос по поводу логопедии, не надо их задавать мне сюда. Лучше напишите в инстаграм Перване. Она вам ответит, что-то посоветует. Или, возможно, вы искали логопеда. Вообще, проблемных детей, как говорит Первана, раньше было меньше. Сейчас их стало больше. Это очень вкусно. Эти рулетики, они просто обалденные. в инстаграм. О, это очень вкусно. Это очень вкусно. Эти рулетики, которые Я иногда лазаю в тиктоке и поражаюсь с людьми, которые могут заснять прям момент. Даже, например, кошка упала откуда-то или как-то смешно сделала какую-то реакцию. И они именно запечатлели этот момент. Я вот элементарно даже праздник заснять не смогла. Просчиталась, не рассчитала, не попали мы на этот праздник. Но ничего страшного, все равно по телевизору все это показывали. Какая сладкая клубничка, я прям не могу. Я-то смотрю, в магазине все разбирали эту клубнику. Я ее купила за 2 моната. 2 моната, прикиньте. Это 1,20 доллара. Мама постоянно, давай варенье сделаем, давай это. Мне жалко. Мне жалко клубнику пускать на варенье. Он говорит, ну все равно ты столько не съешь зимой, захочешь. Я, честно, не любитель вареньев. И мне всегда так жалко, когда мама из фруктов делает варенье. Потом, мол, зимой мы когда-то будем это кушать. Сегодня мы с вами будем чай пить с вот таким вот киндером. Обожаю киндер. Милка, киндер на стле. Вот любая шоколадка нашего производства, не знаю. Она не такая вкусная, как киндер. В детстве у меня есть дядя, у меня есть двоюродная сестра. И, в общем, дядя постоянно нам покупал столько вкусняшек, просто пакетами огромными, нежели и денег. И вот с тех пор я обожаю киндер. Я всегда думаю, вот я вырасту, я буду столько этих шоколадок покупать. Столько чипсов, вкусняшек. Сейчас выросла. Понимаю, что все это за деньги. Это не бесплатно. В магазине все лежит, оттуда выходит. Я реально, когда была маленькая, не знала, что в магазине мы что-то покупаем за деньги. Мне казалось, что просто нам отдают это. В общем, дофига всегда нам всего покупал. С той же юрной сестрой. И мы нажрались. Давайте еще один кусочек сидим и все закруглимся, потому что я наелась. Ну все, я думаю, в меня больше не влезет. Рулетик был обалденно вкусный. И он вот такой вот и в ширину. Если найду рецепт, я обязательно оставлю вам в инфобоксе. Если не найду, то обязательно как-нибудь на днях сниму. Хотя там и снимать нечего. В принципе, что снимать. Берегите себя. Не забывайте подписываться на мой канал. А с вами была Айка.